друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят давайте с вами обсудим сегодняшний ролик на канале big big family вы знаете вот как я уже говорила пару дней тому назад чем больше лена раз что-то рассказывает нам про свое расставание с вовой тем меньше я смотрю зрители начинают ее понимать уже ей в комментариях на ютубе даже под сегодняшним ее роликом люди написали лена о чем ты говоришь мы тебя вообще не понимаем но на самом деле происходит действительно очень интересные вещи если в первый день рассказывая о своем расставании с вовой лена сама сказала о том что так и так вова нас в этом доме не оставляет вова приняла решение продавать этот дом зная прекрасно что мне никто не одобрит ипотеку зная прекрасно что снять жилье с таким количеством животных собак кошек это практически ну не то что невозможно но очень сложно то есть она сама сказала об этом в своем первом ролике конечно же когда она выкладывала свой второй ролик да она уже вышла и начала просить зрителей мол пожалуйста не надо наезжать на вову вы все накинулись на вову вова ни в чем не виноват конечно вова не выкинет не оставит своих детей на улице но при всем при этом лена забыла что она сама своими словами говорила подобные вещи поэтому слушая вот это все люди были многие в шоке начали писать так скажем гадости про вову да лена такого не ожидала вова наверное тем более такого не ожидал и уже второй и третий ролик лени пришлось рассказывать о том что да нет 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 вова вообще не такой человек вова вообще лучший муж на свете и лучший отец для своих детей но друзья мои в сегодняшнем влоге лена пошла еще дальше и сказала о том что вообще они с вовой самые лучшие друзья и лена уверена в том что они до конца своих дней будут подружить да вы не ослышались это все истинная правда в общем как говорится обо всем по порядку вы знаете сегодня ленина настроение мне понравилось в том смысле что лена рассказывала некоторые вещи и вот честно она так это рассказывала что правда как-то знаете было немножко смешно первый момент который лена рассказала ей там начали писать по поводу того что вот вы своими собаками не занимаетесь давайте-ка надо собак дрессировать и так далее на что лена сказала нет 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 эти собаки у меня для души никто их дрессировать не собирается она говорит когда-то в детстве я мечтала быть кинологом и у нас говорит наша овчарка была самая дрессированная во всей округе поэтому говорит дрессировать я горит вообще никого не дрессирую ну да кроме вовчика наверное именно по этой причине друзья мои вовчик и сделал ноги ну ладно это шутка понимаю прекрасно что многие шуток не понимают и начнут писать всякие гадости далее далее ребят отвечая на вопрос да она говорит вот был такой вопрос спрашивали у меня говорит а вообще говорит ваше вот это вот расставание с володей говорит было ли неожиданным для ваших родных и близких на что лена сказала нет нет это не не было неожиданностью для наших родных и близких для наших с вовой родителей потому что говорит основной разрыв произошел у нас с вовой еще в москве несколько лет назад и наше расставание наш разрыв это как раз таки был вопрос времени и вы знаете ребят когда лена сказала о том что все к этому шло и это знали точно и четко наши родители и наши дети я подумала так лен стоп ты же рассказывала о том что когда ты поделилась этой новостью со своей старшей дочерью с лизой лиза у лиза случилась истерика говорила это ли это лена говорила в своем как раз таки первом ролике про разрыв с вовой она сказала что лиза старшая дочь совершеннолетняя услышав об этом у нее случилась истерика друзья мои да так если бы она действительно была готова к этому если бы для нее это не было бы как говорит лена неожиданностью так тогда почему у нее случилась истерика ну согласитесь но еще очень интересную вещь сказала лена она говорит вы знаете вову винить не надо это говорит было уже мое осознанное решение она говорит да мне многие пишут по поводу того что у меня нет слез у меня нет истерик она говорит поймите у меня больше нет этих чувств все это говорит было у меня в москве вы знаете здесь я ли не верю я уже это озвучивала я уже предполагала то есть как это видела я да ну я же смотрю этот сериал смотрела этот сериал смотрела этих героев этого сериала до которые показывали свою жизнь то что у вова есть чувство к линии мне кажется это было заметно то что лена была спокойно и относительно равнодушно по отношению к вове мое мнение что это было заметно но опять же я никому не навязываю свое мнение да мне видно что лена действительно была очень и очень равнодушна по отношению к Вове. Но, оказывается, ребят, это было, понятное дело, не всегда. То есть я так понимаю, что они сошлись достаточно рано, быстро поженились, как она рассказывала, быстро поженились, все туда-сюда. И вот что она сказала? Она говорит, в этот раз Вова ни при чем. По крайней мере, сказала Лена, на этот раз он действительно ни при чем. То есть получается, исходя из ее слов, что вот это все она уже испытала на себе тогда в Москве, и на этот раз Вова ни при чем, по крайней мере, как она сказала, на этот раз он ни при чем. Значит, тогда в Москве, когда уже случился вот этот разрыв, тогда, получается, Вова был при чем. Тогда, возможно, Вова загулял, может быть, нашел себе какую-то женщину, может быть, еще там что-то случилось. Возможно, именно этот момент и стал для Лены вот таким вот, когда у нее просто после этой ситуации все перегорело. Может быть, именно об этом Лена говорит. Ну, просто видите, она не рассказывает всего, понятно, и люди начинают уже додумывать, начинают предполагать и так далее. Далее Лена сказала, да что это за ерунда, да что это за бред. Нет, Вова детей, конечно же, не бросит. Лена, на минуточку хочу напомнить, что этот бред, опять же, несла, да, ты своими словами через свой же род. Ты же сказала о том, что вот он у нас там дом продает, ипотеку мне никто не одобрит, жилье снять с таким количеством животных практически невозможно. Далее, друзья мои, Лена, кстати, озвучила еще и такой момент, что она уверена на 99%, что Володя будет оплачивать им дом. Ну, то есть, если они куда-то там переедут, съедут, что он будет оплачивать аренду. Кстати, сказала, что, возможно, дом вот этот они продавать не будут, потому что они узнали, что, оказывается, у них тоже, если там раньше двух лет, да, можешь продать дом, ты будешь продавать дом, то придется платить очень большие налоги, и тогда овчинка выделки не стоит. Она говорит, не знаю, может быть, может быть, именно по этой причине никакого фотографа не было, ничего не было. Возможно, говорит, будем еще год жить в этом доме. Кстати, Лена озвучила, что у нее все нормально, что у нее появился некий план, и она пока сейчас озвучивать не будет, но уверена, что все будет хорошо. И, кстати, Лена сказала о том, что она уверена, что они с Вовой будут общаться как друзья. Я, друзья мои, если честно, понятия не имею, как Лена собирается быть другом Вове, если каждый из них будет находиться, так скажем, уже в новых отношениях. Кто-то скажет, ой, да ну, да перестаньте, да в жизни всякое бывает, но, опять же, никто из нас не знает, как на самом деле сложится жизнь, да. В том числе и Лена с Вовой. Возможно, если верить вообще в это расставание, если это действительно инициатива Лены, тогда, конечно, Лене проще. Если у нее тогда была обида еще с Москвы на Вову, если там Вова когда-то там ей изменил, или что-то еще такое сделал, да, и у Лены все это перегорело, то, конечно, морально Лене намного проще. Я, да, тогда, да, тогда Лена действительно может нормально относиться к Вове. Но, опять же, это до поры до времени, до того момента, пока в жизни Вовой не появится новая женщина. Новая женщина не захочет делить Вову с Леной, да. А если, как Лена говорит, что вот у нас, мол, столько детей, нам придется все равно как-то контактировать, придется как-то с Вовой общаться, то все равно как ни крути. Если новая женщина будет умная, она постарается свести это общение к минимуму, да, то есть скажет, окей, ради бога, я не против, общайся со своими детьми, только вовсе не обязательно для этого общаться со своей бывшей. Ну, это, в принципе, вполне нормально. Что касается Вовы, захочет ли он дружить с Леной, если представить, что все это правда, и Лена сама сказала ему до свидания, и, вы знаете, зная Вову, глядя на Вову, да, насколько мы его видим, мне кажется, Вову будет так долго обида на Лену. Мне кажется, Вова наоборот будет делать абсолютно все, чтобы вот сделать жизнь Лены без него вообще невыносимой. То есть чтобы подвести ее к тому моменту, чтобы Лена опять снова сошла с ним и захотела быть только с ним. Поэтому о какой-то дружбе, мне кажется, говорить очень, ну, в данном случае даже смешно, я бы сказала. Далее Лена рассказала о том, что Вова поехал с детьми встретиться и говорит, возможно, какое-то для себя решение принято. Не знаю, может быть, уже принял решение, что где он будет жить там, да, или где-то же он живет, где-то же он сейчас проживает. Об этом, кстати, Лена не говорил. Ну и сидит Лена. Вот эта ситуация, ребят, меня прям так улыбнула, это нечто. Сидит и говорит, я не понимаю. Почему, говорит, хейтеры, которые пишут, говорит, комментарии на моем канале, у них, говорит, постоянно в комментариях смеющиеся смайлы. Она говорит, вы что, говорит, реально постоянно ржете. Это, говорит, вообще нормально. Ребят, а я в этот момент смотрю на Лену, которая все это говорит с улыбкой на лице. Вы знаете, мне хочется сказать, ну да, это говорит женщина, которая, прожив 25 лет в браке, вроде как рассталась со своим мужем, и уже мы практически неделю, ну или пятый день, там какой день, наблюдаем Лену исключительно с улыбкой на лице, да. То есть ты, она вроде как рассталась, должна хотя бы как-то, знаете, немножко, да, ну как-то переживать, там еще что-то. Не-не-не. У Лены исключительно отдал улыбочку на лице, и она спрашивает. Это, говорит, нормально, Лен? Ну то же самое хочется, наверное, многим твоим зрителям спросить у тебя. Это нормально? Ну а далее, а далее она говорит, не знаю, может быть, говорит, конечно, это говорит у хейтеров от радости, что я открыла комментарии на канале. Кстати, по поводу комментариев кто-то там пишет. Закройте комментарии. Такую хрень, говорит, некоторые пишут. А я, ребят, читаю и думаю, господи, да Лена скоро, рано или поздно, закроет эти комментарии. Не будет она сидеть, читать. Уже у них были закрыты комментарии, были. Я думаю, что Лена рано или поздно все равно прикроет эту лавочку. Прикроет свои комментарии, чтобы... Зачем они ей? Зачем? Если она до этого закрывала комментарии, то и сейчас прикроет, сейчас немножко поддержит, сейчас немножко народ, как говорится, вот это вот все попишет, 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 попишет. У Лены, да, естественно, конечно же, просмотры увеличиваются, и потом она возьмет и закроет комментарии. Я даже, если честно, в этом нисколько не сомневаюсь. Ну а далее Лена начинает как раз-таки толкать вот эти вот разговоры про дружбу. Она говорит, вы понимаете? Вот, говорит, у каждого есть какой-то друг, да, есть кто-то, какие-то друзья. Она говорит, у меня нет близких подруг, вот таких вот прям вот, чтобы прям близких-близких. Она говорит, у кого-то, говорит, да, у кого-то есть подруга близкая, у кого-то, говорит, мама как подруга, да, с которой можно обо всем поговорить. Она говорит, а мы с Вовой всегда были как друзья. Она говорит, понимаете, говорит, Говорит, вот мы друзья, говорит, и я уверена, что, говорит, мы будем с ним дружить, ну, типа до конца своих дней. А я, ребят, вот это вот все слушаю и думаю, боже Лен, вот ты сейчас судишь с этой, со своей ситуацией, со своей колокольней, да, ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Вы тогда находились вместе, да, общались вместе, потому что вы жили под одной крышей, вы жили, вы были семьей, вы по сути и сейчас еще семья, да, вы еще по документам не разводились, не развелись, у вас был совместный быт, совместные дети, все, совместная жизнь, 25 лет жизни, это вы, извините, не хухры-мухры. Ну, о какой дружбе может идти речь, когда они действительно разойдутся, и у каждого начнется уже своя личная жизнь? О какой дружбе может идти речь? Когда у одного появятся свои какие-то личные отношения, у него появится какая-то женщина, у Лены появится какой-то мужчина, о какой дружбе даже близко речи быть не может. Если они будут поддерживать ради детей какие-то хорошие отношения, вот это уже будет огромной, я бы сказала, победой, да, а то, что у них не будет никакой дружбы, ребят, это 100%. И если, может быть, Лена еще верит в то, что она могла бы дружить с Вовой, потому что у нее все перегорело, да, опять же, если верить в этот разрыв и в это расставание, то Вова, Вова-то, получается, по ее словам до сих пор ее любит, то как Вова может взять и спокойно дружить с тем, кого он любит? Ну, это нереально, опять же, это действительно нереально, потому что Вове, получается, он же не хотел уходить из этих отношений, по словам Лены, да, то есть ему захочется опять отношений с Леной, значит, он будет делать абсолютно все, она говорит, вот я ему там позвоню, и он примчится, мне поможет в любой ситуации. То есть, да, опять же, пока Вову не будут связывать другие отношения, потом все изменится, а если еще у Вовы где-нибудь родится ребенок, да, уже с другой женщиной, а ведь такое тоже возможно, то тогда вообще Вова уже, знаете, ну, конечно, он будет уделять внимание детям от Лены, да, своим детям, вот, их совместно, но, опять же, он и в своей новой семье будет проводить огромное количество времени, то есть как-то так. Ну, а про детей что? Про детей, в принципе, дети Лену особо не напрягают, Катюшка там с ней играла, да, сидела рядом с Леной, ну, а Лаврик постоянно с Левой играют в игры, Лена сказала, ничего в этом плохого не вижу, они целыми днями играют в игры, их все устраивает, это каникулы, пусть дети проводят время так, как они хотят. Ну, в принципе, Лена в предыдущих своих роликах озвучила, что у нее проблем с детьми гораздо меньше, нежели проблем с собаками, с животными, да, что она животным уделяет гораздо больше времени. Ну, в принципе, Лена сама по себе такой человек, такой пофигистический какой-то, да, которому все пофиг, веники, она спокойно относится абсолютно ко всему, то есть она вообще спокойно ко всему относится. Она не перетрудится, ну, может быть, это и правильно, в какой-то степени, да, потому что люди, конечно, все разные, где-то кто-то всегда переживает за все, волнуется и так далее, здесь, туда-сюда. Лена имеет такое количество детей спокойно, я бы сказала, как у Давы. Я не знаю, может быть, она принимает какие-то препараты, может быть, она на каких-то действительно антидепрессантах, я не знаю, но она слишком вот как-то сама по себе очень спокойна. Ребят, не знаю. Вот такой у меня получился обзор, продолжение следует. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...